Уважаемые коллеги, прежде чем перейдём к повестке, несколько слов по другим вопросам. На съезде «Единой России», который был 27 июня, я говорил о том, что мы переходим к более активной работе в проектном формате. Также об этом говорилось в выступлении президента. Такой формат является действительно наиболее эффективным для большинства направлений как в экономике, так и в социальной сфере. Хочу вас проинформировать о том, что подписан указ президентский о создании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавляет президент. В состав Совета входят руководители законодательных органов, включая руководство обеих палат парламента, руководство администрации, члены правительства, включая вице-премьеров, полпреды президента, представители бизнес-сообщества, эксперты. В общем, много людей. Организацией текущей работы в рамках проектного совета будет заниматься президиум. Президиум возглавляет председатель правительства. В президиум также входят члены правительства, сотрудники администрации, главы ряда регионов. Ну и для того, чтобы всё это организовать, нужно будет создать необходимый механизм взаимодействия между администрацией президента, аппаратом правительства, включая создание отдельного подразделения по этому поводу. Сергей Эдуардович, подготовьте предложение о том, каким образом это всё оформить. В июле должно быть первое заседание совета, где будут зафиксированы основные направления, на которых нужно будет сконцентрироваться в ближайшее время. Сформирована перспективная повестка дня на более длительный период. В рамках этих направлений вместе с регионами, вместе с деловым сообществом, с экспертами нужно будет разработать конкретные цели, показатели, ну и, конечно, сами проекты, по которым мы будем работать. На съезде «Единой России» я говорил о том, что такими направлениями могут быть создание благоприятных условий для малого бизнеса, для индивидуального предпринимательства, поддержка несырьевого экспорта, развитие ипотеки, арендного жилья, развитие жилищно-коммунального хозяйства, городской среды. Ну и, конечно, также продолжение работы по здравоохранению и образованию, по улучшению ситуации в моногородах, по созданию сети современных дорог. Эти направления, на самом деле, мы и так в повседневной практике в качестве таких основных направлений используем, но, тем не менее, в рамках проектного метода здесь будут выделены специальные приоритеты созданием необходимых организационных механизмов, ну и, конечно, финансированием. Также, может быть, и какие-то дополнительные проекты могут появиться здесь, о которых нам тоже нужно будет окончательно договориться, включая вопросы производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест, совершенствование контрольно-надзорной работы, экологические направления. Ну, в общем, это ещё требует окончательного уточнения и, соответственно, рассмотрения на заседании Совета. Ну и после Совета мы, естественно, проведём президиум, который должен обсудить, как выстроить эту работу, увязать деятельность в рамках проектов с разработкой нового федерального бюджета. Сразу же обращаюсь ко всем присутствующим. При формировании проекта бюджета нужно учитывать именно то, что по целому ряду важнейших направлений мы будем работать не так, как работали раньше, а в рамках проектного подхода. То есть будем выделять приоритеты, под эти приоритеты создавать необходимую административную, организационную поддержку, ну и, соответственно, концентрировать деньги на этих приоритетах. Конечно, бюджетный процесс не будет простым в этом году, но задача концентрации ресурсов на наиболее значимых направлениях, она себя оправдала и в предыдущий период, когда мы занимались реализацией вот этих приоритетных проектов в период с 2006 по 2008 год. Ну и сейчас, по всей вероятности, это было бы целесообразно сделать, заодно создав более современные проектные механизмы, которые позволят нам более эффективно реализовывать экономические и социальные приоритеты. Теперь два слова к другой теме. Это российско-турецкие отношения. Вчера президент дал поручение правительству проработать решение о возобновлении торгового сотрудничества с Турцией, о снятии ряда ограничений. Эти ограничения касались деятельности турецких компаний, поставок в Россию ряда турецких товаров, услуг. Был введён запрет на чартерные перевозки и ряд других мер. В соответствии с этим поручением нужно подготовить предложение по изменению соответствующих решений, то есть и корректировки указа, и постановления правительства. Действовать будем поэтапно. Здесь необходимо, с одной стороны, отменять эти ограничения с учётом улучшения общеполитического фона. Но, конечно, не в ущерб российским производителям и тем партнёрам, которые уже заняли высвободившиеся ниши российского рынка. Очевидно, что в разгар туристического сезона актуальна тема отмены запрета на чартерные рейсы, на перевозки в Турцию такого рода. Ну и рекомендации для российских туристов не выезжать на отдых. Здесь также очень важно получить от турецких властей дополнительные гарантии принятия эффективных мер по обеспечению безопасности наших отдыхающих, особенно с учётом последних трагических событий в Стамбуле. Ну, нужно рассмотреть вопросы, связанные с отменой продуктового эмбарго и целый ряд других мер, которые предусмотрены указом, но они требуют более тщательной проработки. Подчёркиваю, я жду предложений от членов правительства по этим вопросам. Ну и, наконец, других ответных мер в отношении ряда государств, включая Евросоюз. Вчера президент подписал указ о продлении действий отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России. Сегодня я подпишу соответствующее постановление. В документе предусматривается продление до 31 декабря 2017 года запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия. Страной происхождения, которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Перечень этих товаров остаётся неизменным. Все запреты сохраняются. И понятно, почему. Почти два года назад решение об ограничительных мерах было принято в ответ на санкции со стороны Евросоюза и ряда других государств. В этой плоскости наших отношений по-прежнему нет никаких улучшений. Ну, дело хозяйское. Решение о продлении продуктового эмбарго со стороны России сегодня для нас прежде всего продиктовано даже не вот этими решениями Евросоюза, а необходимостью создать наиболее благоприятные и предсказуемые условия для наших аграриев. Поэтому срок, на который соответствующие ограничительные меры вводятся, составляет не полгода, а почти полтора года. Сельское хозяйство наше динамично развивается. В текущем году мы сохранили прежний довольно существенный объём государственной поддержки и рассчитываем, что сельхозпроизводители активно воспользуются сложившейся ситуацией, смогут осуществить свои инвестиционные планы, прогнозируя потребности российского рынка, заграничных рынков продовольствия, ну и, соответственно, на этом рынке получить более прочные позиции. Теперь несколько слов по повестке дня. У нас сегодня законопроекты в основном, поэтому там нет каких-то больших публичных докладов. Первый документ направлен на то, чтобы сделать использование бюджетных средств при их размещении в российских кредитных организациях более эффективным и контролируемым. Федеральное казначейство, государственные внебюджетные фонды, государственные унитарные предприятия, госкомпании, корпорации, если они имеют стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, для безопасности, смогут размещать временно свободные средства и проводить другие операции только в кредитных организациях, которые соответствуют единым для всех требованиям. Эти требования устанавливаются отдельным решением правительства. Эти структуры имеют большой финансовый ресурс. Риски, что государственные деньги попадут в сомнительные ненадёжные банки, должны быть сведены к нулю. К сожалению, в ряде случаев такие проблемы возникали. Поэтому за нарушение этих требований предлагается установить административную ответственность как для кредитных организаций, которые работают с бюджетными средствами, так и для тех, кто пользуется их услугами незаконно. Размер штрафов довольно чувствительный – от 100 тысяч рублей до миллиона рублей для должностных лиц, то есть для тех, кто в этих организациях управляет финансами, и от 10 миллионов до 60 миллионов рублей для юридических лиц. Полномочия по этим вопросам передаются Банку России, Росфинмониторингу. Они будут применять те санкции, которые вытекают из этого законопроекта в случае его принятия. Ну и ещё два законопроекта касаются совершенствования судебной системы. Они определяют порядок размещения судебных решений, трансляции судебных заседаний в сети и интернет. Основная цель – сделать работу судов более открытой. Устанавливаются единые для всех судебных актов правила размещения в сети. Уточняется порядок использования персональных данных. Добавляются нормы, которые касаются проведения трансляции открытых судебных заседаний по радио, телевидению или в глобальной сети. Сейчас право на трансляцию этих заседаний есть только у Конституционного суда. Теперь такая возможность должна появиться и у других инстанций. Ещё один документ касается Конвенции Совета Европы по подходам к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей. Проект документа подготовлен в развитии Европейской конвенции 1985 года о предотвращении насилия и хулиганского поведения болельщиков. Мы все под впечатлением тех событий, которые были в Европе недавно, во Франции. Скоро у нас будет чемпионат мира по футболу. Мы обязаны обеспечить порядок во всех городах его проведения. С этим связано и подписание соответствующей конвенции. Мы также распределяем некоторые виды субсидий на поддержку села и аграрного производства. На экономически значимые программы в области растений и водства из федерального бюджета выделяется 2,6 миллиарда рублей. На аналогичные программы в животноводстве – 1,5 миллиарда рублей. По другим субсидиям нужно будет уточнить ранее принятые решения о распределении между регионами.